Добрый день, дорогие друзья! С вами проект Artender, меня зовут Дмитрий, мы находимся в баре «Цветочки» и сегодня мы будем готовить вариацию на классический коктейль «Джин Базил Смэш». На сайте Difference Guide посмотрели интересный рецепт коктейля под названием «Милли Мартини». Так как у нас идет неделя коктейлей «Нео Мартини», будем готовить интересную вариацию. Сейчас сами будем это делать впервые, поэтому, пожалуйста, не судите строго. Опа! Используем свежий базилик. Прям вот взял из контейнера щепотку. Не вру, прям целую щепотку. И один листик. В основе коктейля у нас с вами идет «Джин», поэтому мы его возьмем 50 мл. Коктейль достаточно крепкий, поэтому уберите от экрана своих детей. Сюда идет у нас немного ананасового сока. Ананасовый сок необходимо встряхивать, когда мы берем пакет, потому что осадок может остаться снизу. Буквально 30 мл. Так как ананасовый сок достаточно сладкий, нам необходимо сбалансировать этот вкус. И мы добавим 10 мл. лимонного фреша. И хочется добавить в этот коктейль немного персиковых нот, поэтому мы используем персиковый биттер. Я добавил приблизительно 2,5 дэша. Один дэш, по моему мнению, это 2-3 капли. Что ж, осталось это дело все шикануть. Чисто когда пополам тебе поезд переехал. Достали мы охлажденный бокал Никанора и фильтруем сюда коктейль. Обязательно используя ситочка. По цвету, в принципе, напоминает оригинальный джинн базилсмеш. Осталось нам попробовать, чем же этот вариант отличается от классики. Украсим листочком базилика. У меня есть специальное медицинское устройство. Называется пинцет. Для того, чтобы помещать такие листики на поверхность бокала. Пахнет базиликом. Это достаточно кислотный вариант джинн базилсмеш. И, на самом деле, он не настолько получился сбалансированный, как, допустим, я это представлял. Потому что в джинн базилсмеш чуть-чуть больше сахара. Но здесь мы получаем, во-первых, пенку, которая у нас, благодаря нашему соку, образуется на поверхности бокала. Он более насыщенный по кислотности. И более травянистый, что ли. То есть, если вы хотите коктейль с неочевидным вкусом базилика, а что-то просто такое средне-травянистое, то вам хорошо подойдет в этом случае мили-мартини. Вот. Наверное, можно сказать об этом именно так. Но лучше сбалансируйте, чтобы он был более сладкий. Биттер придает слегка горчинки, но ее все равно недостаточно для того, чтобы перебить этот насыщенный яркий кислотный профиль.